всем привет вы на канале вяжем дома и в этом видео я хочу показать вам вот такой вот очень простой но в то же время классный узор спицы этот узор идеально подходит для вязания шапок снудов шарфов картиганов джемперов в общем всего что угодно но шапочки и снуды из него смотрится просто шикарно вот так он смотрится с изнаночной сторонке отлично подойдет для вязания шарфа смотрите он как ровно лежит никакие краешки вообще ничего не загибается так что шарфик будет смотреться просто замечательно раппорт узора у меня в данном случае составляет 4 петельки 3 петельки вот этой платочной вязки и 1 лицевая 4 но у вас он может быть сколько угодно может платочной вязки быть и 4 петли 5 и 6 в общем сколько сколько пожелаете столько и будет если вязать именно так как у меня здесь на видео то для вязания поворотными рядами вам нужно набрать количество петель и кратное 4 плюс 3 петельки для симметрии плюс 2 кромочные 7 3 идет начинается с 3 петель платочной вязки и чтобы заканчивалась тремя петельками платочной вязки вот это и есть показ петли симметрии и так набираем количество петель кратное 4 к примеру 20 плюс 3 петельки для асимметрии 23 и плюс 2 кромочные петельки 25 петель это ну как пример раппорт узора составляет 4 петельки и 2 ряда и так вяжем первый ряд кромочную снимаем провязываем 3 изнаночные 123 следующую петельку снимаем не провязывая нить за работой вот это вот рапорт 1 ряда повторяем 3 изнаночные петельку снимаем не провязывая нить за работой еще разочек повторяем 3 изнаночные петельку снимаем не провязывая нить за работой вот этот раппорт 1 ряда повторяем так до конца ряда и в конце провязываем 3 изнаночные петельки для симметрии в данном случае здесь я вяжу платочную вязку изнаночными петельками мне так удобней для того чтобы изнаночный ряд вязать полностью изнаночными петельками вы как хотите вы можете вязать лицевыми платочную вязку можете как я изнаночными и так давайте довяжем до конца этот ряд петлю сняли 3 изнаночных петлю сняли 3 изнаночных для симметрии и кромочная петелька все если вы вяжете по кругу первый ряд то вяжите его точно также как у меня на видео по кругу точно также будет единственное там не будет петель которые идут для симметрии кромочной то есть для вязания по кругу набрать количество петель и кратные четырем и первый ряд провязать точно также как я показала на видео переворачиваем и вяжем второй ряд второй ряд у нас здесь вяжется полностью все петельки мы вяжем изнаночными и эту петельку которую снимали мы также провязываем изнаночной если у вас платочная вязка будет лицевыми петельками то вам нужно будет взять три лицевые 1 изнаночная 3 лицевые 1 изнаночная для того чтобы мне вязать просто ни о чем не думать второй ряд просто вязать изнаночными поэтому я и стала вязать платочную вязку изнаночными а так вот лицевыми хоть изнаночными какими хотите сейчас довяжу этот ряд до конца и расскажу как второй ряд вязать если вы вяжете по кругу то есть шапочку или снот вяжите все если мы значит вязали по кругу первый ряд так как мы вязали здесь то по кругу второй ряд вы вяжете полностью лицевыми петельками то есть по кругу идет первый ряд 3 изнаночных петельку сняли 3 изнаночных петельку сняли то второй ряд вяжите полностью лицевыми петельками все на этом весь раппорт узора далее мы вяжем повторяя с 1 повторяя первый и второй ряд вот такой вот замечательный узор несложный он достаточно плотный за счет снятых петелек и платочной вязки отлично подойдет для вязание шапочки. Если вы шапочку вяжете ниточками метражом 125 метров на 50 грамм в две нити, то в принципе и подклада никакого не надо. Шапка получится достаточно плотной, теплой и не будет продуваться ветром. На этом у меня все. Надеюсь, видео вам понравилось. Спасибо за внимание. Всем пока!